Загорянка Загорянки, или порядка трех тысяч участков, удалось доказать, что кооперативное дачное движение начиналось здесь. У нас хранятся все архивы, и нам удалось документально доказать, что здесь с 29-го года проживали те люди, благодаря которым было и принято решение создать дачный кооператив в Советском Союзе. Этой историей загорянские дачники обязаны рабочему Московского электролампового завода Александру Фроловичу Новикову, потомки которого живут здесь до сих пор. Когда на электрозаводе выступала Надежда Константиновна Крупская, он обратился с товарищами к ней с просьбой, с предложением поддержать создание в России дачного движения, чтобы построить дома, чтобы люди отдыхали там, растили детей на природе. Надежда Константиновна с удовольствием поддержала их. Решением Пленума профсоюзов тогда и были созданы дачные кооперативы. Были выделены земли, деньги распределены по разным регионам страны для создания таких объединений. Клад дачных кооперативов очень значительный. Это и газ, который проведен в поселке впервые, наверное, во всем Советском Союзе в дачной местности. Водопровод, почта, поликлиника – все это благодаря прямому участию наших дачных кооперативов. Александр Новиков стал председателем Совета дачных кооперативов, объединявшего шесть областей. А свой дом построил на Загорянской земле. Поселок назвали Пятилетка, позже он стал Северным. Дачная жизнь, вспоминают современники, была очень насыщенной разными культурными событиями. Террасу устроил дедушка, уже пристраивал. Там делали, когда сделали эту террасу, там стали показывать кино, там была библиотека, привозили фильмы, мы выходили смотрели. Здесь были танцы всегда в Березовой роще, приносили свой магнитофон, на клубничной поляне волейбол. Волейбол был такой, что посеезжались со всей округи, там команда на команду, ну просто, как говорит, резались. И надо сказать, что эту атмосферу нынешние жители северного поселка сохранили. Их кооператив в городском округе Щелково считается одним из лучших. Здесь всегда чистота, порядок, но главное, люди не сидят, обособлено у себя на участках. Здесь есть свой вокально-инструментальный ансамбль, несколько детских объединений, где ребята поют, рисуют, то есть постоянно заняты чем-то полезным. Сам председатель Дмитрий Шварценберг пишет песни. А местный клуб любителей тенниса к юбилею дачного движения собственными силами отремонтировал помещение и открыл в нем музей, экспонаты которого тоже собрали сами участники. Самое главное, что здесь очень сплоченные люди. Они делают все своими руками. Они ни одной копейки не берут у государства. Такой вот приоритет их, значимый для всех дачников, и мы это распространяем в целом по нашему городскому округу. Нам много что удалось сделать. Мы разобрались с членскими взносами, решили вопрос по благоустройству, сами ремонтируем дороги, приведив в порядок теннисную площадку, детскую площадку, здание конторы, правоостанавливающие документы, начали проводить фестивали дачников. Сегодня правление ТСН «Северный поселок» в сотрудничестве с Загорянским территориальным отделом администрации городского округа определяет, где что благоустроить, заасфальтировать. С Дмитрием Валерьевичем мы плотно работаем над организацией велосипедной дорожки, так называемой «сделать велосипедное кольцо». Первый этап мы асфальтировали улицу Московскую, дальше сейчас делаем тротуар пошкольный. Ну и будем надеяться, в следующем году замкнем, и люди смогут безопасно ходить и ездить на велосипедах. Сохранить в течение этих 90 лет тот дух, то те традиции, то желание оставаться в этой системе и именно так, а не иначе проживать в этом замечательном райском уголке, конечно, это очень здорово. Я искренне вам всем завидую. Жители северного поселка с гордостью носят имя дачников и бесконечно любят эти места, которые смогли объединить уже несколько поколений.